Утреннее сияние Цветы-граммофончики раскрываются в утреннее время и сворачиваются днем, будто прячутся от солнышка, скрываются под своими крупными сердцевидными листами. Но есть в моем саду и вьюнки с резными листочками. Ипомея – род цветковых растений семейства вьюнковые. Название греческое и переводится как «похоже на червяка», и имеется здесь в виду строение корневища многолетних вьюнков. К слову сказать, обычный полевой сорняк вьюнок является ближайшим родственником всеми любимой ипомеи. Ипомея представлена деревьями, кустарниками и лианами, которые могут быть многолетниками и однолетниками. В моем саду я выращиваю лианы, украшаю и изгороди стены и крыльцо дома. Большие цветки душистые и привлекают пчелок и шмелей. Нравятся мне эти цветы за то, что цветение продолжается все лето до самых заморозков. В моем регионе такие лианы считаются однолетниками, так как не переносит зимний холод, а в теплых краях ипомея является многолетником. Каждую осень я собираю семена и жду наступления весны. Периодически подкупаю семена в специализированных магазинах. Как собрать семена? После увядания цветов на их месте появляются коробочки. Дождитесь, когда коробочки полностью созреют, станут коричневыми, подсохнут и слегка приоткроются. Такие коробочки можно собирать. Семена ипомеи сохраняют схожесть на протяжении 4 лет. Важно помнить, что ипомею следует выращивать исключительно на улице, подальше от детских песочниц, так как растение отличается ядовитостью, в особенности семена. Растение категорически нельзя есть. Лианы быстро разрастаются, оплетают все растения на своем пути, а потому мне приходится регулярно делать обрезку. Мои лианы ползут вверх по натянутой из веревки струне, но при этом, если дать им волю, ипомея ковром сможет застелить сад. Красиво? Да, но все зависит от вашего замысла, от того, каким вы хотите видеть свой цветущий уголок. Я люблю высаживать ипомею вместе с декоративной фасолью. Получается интересное переплетение. Особенно красиво смотрятся яркалые цветочки фасоли в сочетании с синими вьюнками. Кстати, про фасоль я сниму отдельное видео. В грунт семена ипомеи высевают в мае, а на рассаду в апреле. Помните, что рассада быстро развивается, и через месяц вашим растениям понадобится опора, и их необходимо будет высадить в открытый грунт. В данном случае следует рассчитать время, чтобы растения не засиделись в вашей квартире и не зачахли. Если семена предварительно замочить, то они быстрее взойдут. Замачивать семена на сутки. Сходы появляются через неделю при температуре плюс 18, плюс 23 градуса. Ипомея влаголюбива, но не любит застой воды. Не дожидайтесь пересыхания грунта и вовремя поливайте растения. Если ипомея кажется вам жидковатой на вид, то следует прищипывать верхушки побега, что активизирует рост боковых стеблей. Ипомею в Японии называют асагао. Это один из излюбленных символов традиционной поэзии хайку. Хайку – искусство краткости. Но у нас не литературный вечер. Хотя если среди слушателей есть любители хайку, дайте о себе знать. Выслагайте стихи в честь ипомеи. Пишите комментарии, делитесь опытом, подписывайтесь на канал Цветочница и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok